Всем привет, друзья! Это обзор новой 215 главы манги One Punch Man, в котором нам показали много чего интересного. Благодаря манге One Punch Man, некоторые люди вовсе полюбили аниме. Если раньше они даже не хотели знать, что это такое, то сейчас, после One Punch Man, они начинают смотреть и другие аниме, такие как Наруто... О, кстати, среди вас ведь есть любители этого аниме. Раз так, хочу показать вам канал, посвященный всему, что связано с этой вселенной. Это самый лучший блогер по Наруто, и, конечно, мой друг. Так что прошу вас перейти в описание, где будет ссылка на его канал, и подписаться. В скором времени он продолжит выкладывать видео, так что давайте его поддержим. Ну а с вами, как всегда, аниманга, и мы начинаем! Итак, на обложке мы видим, как Сайтама вместе с Геннессом, Бэнгом и Гару отдыхают где-то в Венесуэле. Ха-ха, обложка шикарная. Далее, на первой странице нам показывают Гару, который орёт на кого-то и жалуется. Это, оказывается, психолог, которому Бэнг его отвёл. Гару, конечно, бесится от всего этого, но старик незамедлительно даёт ему подзатыльник, после чего тот приходит в себя. Может, это отсылка к прошлому, где Сайтама своим ударом также заткнул Гару и привёл в себя? Возможно. Но выглядит это очень круто. Далее, беседа Бэнга со своим учеником продолжается. Бэнг ведёт его на какой-то водопад истины, где Гару сможет найти себя. Он вспоминает то, что с ним произошло, и задумывается о человеке, который его остановил. Да, для тех, кто не знает, Гару не видел Сайтаму, и поэтому он понятия не имеет о том, кто это был. Далее мы видим, как дети набросились на малыша Терео и избивают его. Но те дети и понятия не имели, что Терео друг Гару, который владеет боевыми искусствами. Терео резко встаёт в стойку. Использует ли он кулак, рассекающий камней? Конечно, нет. В это время за Терео приезжает его новый друг Ваганма-кун, который хвастается своим супер-пупер-рюкзаком, который достал его отец, который является спонсором и членом ассоциации героев. Понятное дело, что рюкзак сделал сам ребёнок-император. Очень круто видеть, как из избалованного ребёнка Ваганма превратился в нормального пацана. Ещё они с Терео очень подружились. Дальше нам показывают, как Бэнг и Гару смогли наладить свои отношения. И теперь бывшему охотнику на героев предстоит многому научиться, и чтобы исправить все злодеяния, делать добро. С чем ему его любящий учитель Бэнг и помогает. Далее мы видим, как в штабе ассоциации героев Сикингал и Шичи обсуждают всё, что произошло. Гару, который заполучил от кого-то силу. И Бласта, который появился на миг и исчез. И о том, что же их ждёт в дальнейшем. Но об этом попозже. На последней странице мы видим Сайтаму и Геннесса. Кстати о нём. Приятно видеть, что с ним всё хорошо. Они, как археологи, в этих обломках ищут вещи Сайтамы, так как его дом тоже разрушили. В этом мусоре Геннесс находит то ли ракушку, то ли лук. Я так и не понял, что это. Напишите в комментариях своё мнение. А ещё нам показали голову пса Орочи. И я уверен, что там же прячется и Чернос, который в скором времени Сайтама скорее всего возьмёт к себе как питомцев. Но самое главное событие этой главы, это конечно же анонс нового третьего сезона One Punch Man. Да, друзья, наконец-то это свершилось. С 18 августа начнут производство нового сезона. И помимо этого, как пишут на официальном сайте One Punch Man, будут выходить и тизер-трейлеры. Что ж, будем ждать. Чтобы узнать обо всём первыми, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Блин, ура! Я безумно рад этому анонсу. Точной даты выхода сезона ещё нет, конечно. Но думаю, это случится в следующем году. Остаётся надеяться, что они не будут тянуть ещё пару лет. Думаю, что этого не случится. Ну, хочется в это поверить. Эта 215 глава была завершением арки. И Мурата сказал, что берёт перерыв на один месяц. То есть целый месяц не будет новой главы. Это-то и понятно. Нужно начать совсем новую арку. И это не так-то уж и легко, как мы с вами думаем. В руках у Мурата Ивана теперь большая история. За последние главы они много чего натворили. Путешествие во времени. Мультивселенная. О боже, нас ждёт очень много чего интересного. Будем с нетерпением ждать начала новой арки. Как и сам третий сезон One Punch Man. Который я сто процентов озвучу. Для тех, кто хочет увидеть третий сезон в моей озвучке, поздравляю! Вы это увидите! Я никогда ранее не озвучивал аниме. Хоть меня и приглашали в несколько студий озвучек. Но мне хотелось сделать свою студию. И самому всё начать. Так что, если вы хотите поддержать меня донатом, ссылка на донат будет в описании под видео. А также, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Этим вы тоже мне очень поможете. Спасибо всем за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!